сегодня я хочу поделиться с вами одной историей которая я думаю вам будет интересно и может быть даже в чем-то поучительное за моей спиной первое место моей официальной работы в этой жизни это ангар компании ups в калифорнии в 90-х годах я проработал здесь несколько месяцев и эти месяцы изменили меня просто радикальней шим образом чтобы было понятно и тем кто не не знает мою историю я уехал из москвы в 21 год в девяносто втором году до этого я я все знал об учебе но ничего не знал о работе чтобы было понятно почему именно работе я хочу вам рассказать о самом о самой концепции в моей семье маньячили на тему учебы по-другому я не могу сказать меня дедушка академик и я учился просто усердно маниакально с раннего раннего возраста у меня были репетиторы по английскому уже 7 лет с 7 класса я ходил в школу юного экономиста при мгу в москве это четыре раза в неделю параллельно с тренировками в горнолыжной секции и потом уже самостоятельными тренировками в спортзале потом я учился в финансовой академии на международных экономических отношениях с двумя языками английским и французским в общем про учебу я знал все про работу когда я приехал в калифорнию абсолютно самостоятельно один без каких-либо знакомств и лишь с надеждой познать этот мир про работу я не знал ничего о концепции труда и работы я узнал вот в этих к счастью не изменившихся внешне местах я приехал сюда сейчас специально чтобы во-первых вспомнить эти ощущения я здесь не был очень очень давно начинал я в 4 15 утра заканчивал 8 45 утра и уезжал вот там уже нас на следующие работы сейчас об этом поподробнее чуть-чуть почему почему я хочу вам рассказать эту историю потому что я считаю что все мои дальнейшие успехи ну наверное да с какой-то точки зрения успехи и работа в управлении фитнес-клубами и сначала я управлял отдельными потом сетями потом работа в журналах и работал в журнале man's health девяносто шестого года потом я был редактором журнала man's health позже журналы man's fitness потом я работал на телевидении я в общем вы знаете уже прочие вещи которые я делал у меня было много телевизионных проектов такие как взвешенные люди там на россии 2 и шоу феномен на россии в общем многие вещи я делал и еще надеюсь сделаю но фундамент заложен был именно здесь значит когда я устроился в юпи с а устроился я в так называемый christmas rush компании юпи с 90-х годах рост происходил только внутри компании менеджеры менеджеров не нанимали извне они вырастали и на первом же обучении на первой же лекции когда потенциально сказали что меня меня берут но что меня будут тестировать и могут уволить уже заказано что денис все кого ты видишь в юпи с делали вот эту работу которую ты начнешь делать завтрашнего дня я сказал отлично то есть вот такая этика мне понравилось это тяжелейшая работа но на ней никто не задерживается долго этот тест это как тест для новобранцев то есть если ты это выдержишь ты выдержишь все остальное суть заключалась следующем ты приезжаешь в 415 до 415 ты должен пробить карточку в 415 ты должен пройти сквозь ворота то есть пробить карту поставить ее на букву с по фамилии да и пройти на территорию тебе тут же супервайзер указывает какой машине ты идешь первая твоя задача в 415 это собственноручно в одиночку разгрузить огромную фуру с посылками это вот такой дом к тебе подъезжает сюда он подъезжает вот к этим отверстием в стенах ты вытягиваешь конвейерную ленту вытягиваешь и поехал супервайзер включает секундомер количество супервайзеров феноменальное по-моему на трех работников один супервайзер то есть супервайзер все время ходит и смотрит как ты работаешь значит разгрузил после этого каждого работника объединяют в пары и уже два человека начинает разгружать следующую более короткую машину и таким образом нагрузка идет по нисходящей самая главная нагрузка это первая фура 845 ты выходишь ты выходишь счастливый на рассвете и я выходил вот сюда кстати посмотрите на этот вид вот к этой к этим берегам я подходил но все что я мог себе позволить это постоять здесь минут 10-15 потому что я понимал что во первых я дико голоден а еще то что мне в 930 нужно быть в какой-либо точке неподалеку где я присоединяюсь к водителю который едет развозить посылки сегодняшнего дня по своему маршруту это называется двайбы help а то есть я устроился помощником водителя это дополнительная опционная работа которая была мне предложена но мне нужны были деньги я хотел зарабатывать деньги пусть даже таким низкооплачиваемым механическим трудом ребята с которыми я работал это были простые ровесники кто-то младше кто-то старше разного разного цвета кожи то есть были и чернокожие ребята и и азиаты но но все рожденные в америке то есть иностранцев кроме меня не было вот тех двух для кого язык был не родной и я был просто потрясен трудолюбием собранностью этих совершенно разных ребят по бэкграунду при этом я понимал что если мы сейчас начнем с ними откроем какой-либо учебник то я просто по сравнению то есть вы понимаете эту мысль я учился всю жизнь у меня были какие-то чисто с точки зрения эрудиции и образования какие-то знания которых у этих ребят не было но применимо к количеству посылок в час мы были абсолютно равны и мои знания это что у меня за спиной из какой я семьи где я там учился это не не относится к твоей трудовой чести к твоим результатам к вопросам взаимопомощи и ко всем тем моментам на работе которые проявлялись к твоей пунктуальности все эти весь мой рюкзак с этими знаниями которые я получил в детстве не имеет никакого отношения к тем задачам которые ставятся передо мной здесь и это не значит что работа для тупых это совершенно то есть я понял что вот этому я учусь с нуля я приехал однажды в 4 то есть я пробил эту карточку в 4 15 и 15 секунд там пом каждые 15 секунд сменяется время то есть я опоздал на 15 секунд после работы ко мне подошел супервайзер денис можно с тобой пару слов переговорить я говорю так он где ты сегодня опоздал на что я ему говорю смысле я опоздал ты нет говорю я был во время он будет как ты был во время у тебя написано 4 15 и 15 секунд а ты должен быть на работе в 4 15 00 это говорится без агрессии это было сказано мне совершенно спокойно но это факт где тебя не было на работе в 4 15 я посмотрел на него я говорю скажите а это имеет значение они ведь конечно опоздал ты на час или на 15 секунд это совершенно неважно ты опоздал пожалуйста больше так не делай все было сказано мне вежливо и на этом разговор был закончен продолжаю 8 45 вышел поехал на по маршруту с 9 30 на машине доехал где-то по дороге успел схватить какой-то фастфуд главное после этого не заснуть потому что стоило мне утром даже быстро съесть какой-нибудь я какой-то по моему сэндвич сыром брал в каком-то фастфуде неподалеку тут на маршруте я брал просто бутерброд сыром с ветчиной в общем не было все равно что есть с такой нагрузкой я ел тогда все подряд значит съев сэндвич конечно главное было не заснуть на светофорах потому что спать после еды хотелось дико но я приезжал на и начинал значит движение по маршруту с водителем там тоже сложно было не заснуть потому что то работа простая физически никакой нагрузки ты просто ездишь и разговариваешь с водителем он едет по своему привычному маршруту в коричневой форме все я помогаю ему доносить посылки до дверей там мы иногда какую-то электронную подпись ставить он где не сходи там где поставят электронную подпись в общем это заканчивалось в два часа дня то есть получается через четыре с половиной часа я был свободен дальше у меня появлялось время поспать с двух до пяти тридцати но еще надо доехать в ту пиццерию где я но на своей машине развозил пиццу по району вообще я пытался полтора-два часа поспать а в пицце с пяти тридцати я работал до девяти в девять моя смена заканчивалась так удобно и в девять тридцать я выходил вышибалый в бар где тоже в общем то делать ничего не надо было все меня знали все просто пожимали мне руки это был уже я уже работал там почти два года в этом баре и в общем это был было комфортно но вы понимаете сам факт что я практически по кругу закончив в баре в два часа ночи я должен был в 415 приезжать опять на разгрузку чтобы вам было проще в это поверить я скажу что продержался вот именно на этих четырех активностях то есть вот по кругу которые сменялись я продержался наверное порядка пяти недель то есть чуть больше месяца потом у меня кое-что стало отваливаться во первых в баре я работал только четыре ночи в неделю то есть три дня не было бара дальше в юпс по выходным был какой-то сокращенный режим другой я сейчас не вспомню но он точно был иным в субботу и воскресенье в пицце я работал каждый день 7 дней в неделю вот и помощником водителя я точно не работал по по выходным работал только по будням и с разгрузкой был какой-то другой режим по выходным вот но тем не менее у вас у вас есть общая картина того как это все происходило в общем чем все закончилось через в какой-то один из дней что я проснулся ну вот в два часа я закончил в баре заехал домой лег спать типа на 45 минут может быть на 50 минут на час не больше и когда зазвонил будильник пронзительный вот этот электронные который у кровати стоит не телефон тогда просто быть отдельный будильнике и это был электронный пронзительный будильник меня разбудил я сел на кровати и понял что я не помню я не мог вспомнить куда мне надо ехать я зажег свет я помню этот момент отчетливо то есть я момент помню потому что позже конечно в общем позже я был в ужасе значит свет в комнате горит я понимаю что мне надо куда-то ехать но я не помню куда чтобы вспомнить мне надо прилечь я прилег и в следующий раз я открыл глаза в 6 утра или в пол седьмого утра это в ситуации когда есть ты опаздываешь на 15 секунд к тебе подходит супервайзер проснувшись 6 утра я вспомнил сразу все вообще то есть я сразу вспомнил куда мне надо и степень ужаса который вот при знаете как когда ты каждый день по нескольку раз применяешь силу воли для того чтобы себя собрать в кучку и выполнить задачу не сверх тяжелую но она постоянная постоянная ты все время а теперь я еду на эту работу а теперь на эту а теперь на эту те кто это проходил точно меня понимают те кто нет ребят наверное вам вообще лучше это выключить потому что это наверное звучит как бред но ты постепенно вплетаешься в это понятие ответственности и в это понятие что вся твоя энергия вся твоя сущность включена в этот вот в эту карусель в этот круговорот задач 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 и когда ты выпал и твой организм тебя предал получается или предал я забыл я не мог вспомнить ну то есть просто мозг самооборону включил и и и и просто сказал тебе надо спать ты не вспомнишь пока не поспишь в общем короче я был просто в ужасе проснувшись и я набрался мужества поднял трубку и позвонил супервайзеру и сказал мне очень стыдно я проспал он сказал ничего страшного приезжай сейчас в конце мы тебя подключим к ну к последней фазе работы через сколько ты сможешь быть абсолютно спокойный человек разговаривал со мной совершенно спокойно он ведь я все понимаю приезжай я приехал доработал все со мной приветливо там маска о денис привет типа где ты был я года вот короче говоря и мы до разгрузили позже я значит с повинной головой представляете иду к супервайзеру не потому что там типа он начальник я дурак нет и понятно что это все делается с достоинством я могу завтра развернуться он у меня есть другие работы я могу там пиццу развозить правильно и вышибал в баре работать зачем мне эта разгрузка я сам себя подвел и вы знаете что меня поразило со мной не было вообще никакого разговора проведена он сказал я все понимаю постараюсь просто чтобы этого больше не было когда я опоздал на 15 секунд со мной строже разговаривали чем в этой ситуации потому что человек понял но видимо уже люди понимали как я работаю что я уже впрягся в эту конструкцию в общем дальше прошло два-три месяца у меня как-то дела в целом финансовые наладились потому что там была предыстория не хочу сейчас долго рассказывать но мне очень нужны были деньги и именно в этом причина что я такое количество работ делал параллельно а потом эта ситуация разрешилась то есть я отовсюду же поступали естественно я же зарабатывал да на каждый из этих пусть не супер высокооплачиваемых работ но все но эти деньги поступали и я решил закончить cps и меня не хотели отпускать они сказали денис ты только что закончил самый а как раз закончился вот этот период и мне гадин из мы хотим предложить тебе позицию супервайзера вот именно то что делал тот парень который говорил мне ты опоздал на 15 секунд то есть он уж ушел на следующий уровень а я бы занял его позицию я бы говорил следующему дружище ты опоздал на 15 секунд я месяц назад делал эту работу поверь я знаю как тебе тяжело а я не сказал что ребят наверное я закончу такого не бывает ты выдержал самое сложное дальше будет только лучше и ты показал нам чего ты стоишь то есть мы мы поняли что ты заслуживаешь двигаться дальше в компании для чего я этот рассказ затеял когда-то надо я считаю нужно поставить себя исключительно сложную ситуацию потому что лишь в сравнении мы понимаем знаете так я понял что одна работа это ничто я могу работать круглосуточно на одной работе вот просто и я это доказывал позже в своей жизни много раз никогда ребят никогда после этого никогда я не сказал бы что мне слишком тяжело мне никогда больше в жизни не было слишком тяжело а можно задать вопрос здесь ну неподалеку в калифорнии есть стэнфорд есть на другом побережье гарвард можно было ведь продолжить учиться и мои близкие ожидали от меня именно этого денис а ты по и будешь учиться дальше я говорю конечно я буду учиться но я решил учиться вот этим вещам потому что я столько учился в классическом понимании что прилетев и под и наверняка я мог попытаться и поступить в какой-нибудь из вузов и продолжить свое обучение но мне хотелось вот такого обучения потому что учебников и экзаменов было уже достаточно у таких экзаменов не было совсем в общем ребят испытывайте себя на прочность и лишь в вашей вселенной наверное вы поймете бывает сложнее или нет и чего вы сами стоите никто извне конечно это оценки вам не даст вот а вы внутри будете знать что я всегда могу вернуться вот на этот уровень потому что и то есть я знаю что я своими руками смогу заработать себе на хлеб вот это простая истина из 19 века из 18 я не знаю тысячи лет назад нужно это понимать вот и все ладно от разговоров давайте теперь займемся спортом спасибо вам за внимание так ребята сейчас у нас на очереди любимая супер серия арнольда шварценеггера и франка коломбо в тренировке грудных мышц откуда я это знаю мне посчастливилось в середине 90-х потренироваться с франка коломбо когда я жил в калифорнии вот в те годы с 92 по 95 в одном из залов лос-анджелеса это удивительные совершенно воспоминания я горжусь этим особенно сейчас когда франка франка уже нет светлая ему память всю тренировку я мучил его вопросами как вы тренировались с арнольдом что вы делали франка я был человеком очень сдержанным но на темы тренировок что-то выведать все-таки у него удалось во первых он корректировал мою технику во вторых он сказал но это известный факт что они постоянно использовали супер серии с арнольдом то есть они сочетали по 2 режет по три упражнения для рук бывало и 34 но для крупных грудных мышц в основном два упражнения для грудных они чаще всего делали сочетание жим лежа на горизонтальной скамье с разводками на горизонтальной скамье также они сочетали жим лежа с тягами то есть даже два базовых движения на мышцы антагонисты в наши дни насколько я знаю никто не использует супер серии двух базовых движений в общем сейчас я вам продемонстрирую это сочетание после расскажу о всех особенностях техники чтобы вы делали это именно так как это делали они если вам это интересно хотя бы в качестве эксперимента и так задача в жиме сделать 68 в разводках сделать восемь-десять в актинге будут выполнены рефер Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Значит, чуть легче вес гантелей, чтобы сделать ну хотя бы 8 6 здесь не хватит Дальше по технике, ребят, какие основные нюансы? Что он корректировал у меня? Угол в локте стабильный То есть свели, свели кисти, свели кулаки Представили круг, как будто обняли дерево И вот именно этот угол сохраняете В нижней точке растягиваете максимально Вверху останавливаетесь на расстоянии 50-40-50 сантиметров Чтобы сохранить напряжение на грудных Вдохнули, растянули Максимально растянули, прям почувствовать, как будто они рвутся Но не разгибаете руку Свели, выдохнули Оставили напряжение Дальше В жиме лежа Ну, все по классике Коснулись груди, разогнули То же самое, вдох внизу, выдох вверху Сочетание двух упражнений, это один подход Арнольд с Франко делали не меньше 8 подходов таких Объем работы, конечно, был феноменальный тогда у них Ну, тренировались по 3-4, иногда 5 часов Это вообще ребята в 70-х так практиковали Сейчас другие времена, другие методы И любой современный атлет скажет вам 3-4 рабочих подхода Я считаю, что подходов 5 таких сочетаний Можно себе позволить сделать, может быть 6 Вопрос, сколько времени на восстановление вы себе дадите после такой тренировки Лучше не делать эту суперсерию чаще двух раз в неделю То есть сделали, дали отдых не меньше 72 часов Сделали еще раз Два раза в неделю, это прям при идеальном восстановлении При правильном питании, при режиме сна И не очень стрессовом рабочем графике Пробуйте, сделайте эту суперсерию Напишите, что вы почувствовали, какие ощущения И, ребят, помните, что постоянство решает в этом деле Постоянство и терпение на длительный период Год, полтора, два быстрее результата Хоть какого-то стартового не достичь Не торопите результаты Они приходят с годами В общем, я жду ваших отзывов об этой суперсерии Спасибо за внимание Пока Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...